приветствую вас на интер на youtube канале аукциона arcev info наша рубрика художники для инвестиционной коллекции и сегодня павел петрович леонов 2020 2011 годы наивный художник художник один из редких художников из обоих наивного искусства который активно в рыночном бороде которого активно покупают коллекционеры инвесторы который стоят денег существенных которого все любят ждут охотиться на аукционах выбирают пополняет свои коллекции вообще это редкость вообще это редкость учитается такой расхожий миф расхожая такая фраза до что русские любят наивно искусство что русские любят примитивизм что русский любит вот такое народная искренность новую искренность народная душа вот простые сюжеты такая новая искренность это так и не так потому что начнешь разбираться и в принципе любят что начать любят любят это ходит на выставки это хорошо знают это выстраивается очереди на какие-то знаковые там музейные экспозиции ну отчасти или любят это когда люди покупают когда покупают много когда есть такая обойма имен который все знают просто наперечет и это сложный вопрос потому что с одной стороны художников наивного искусства много их знают они включены музейный оборот есть музей посвящен наивному искусству издаются каталоги принципе тема такая многими любимая но если начнешь вот перебирать художников которые именно включены в рыночный оборот которых люди покупают их не так много но из-за этого раз десяток имен на то есть который вот все знают и павел леонов это безусловно одно из них это одно из тех имен которые коллекционеры знают и покупают хотя могло сложиться по-другому абсолютно могу то есть все с ним произошло это такой элемент удачи ты запрограммированная такой что вот воровство народный художник вот такой от земли вот шел там пробивал дорогу пробивал себе пути и закономерный успех ни черта подобного незакономерный то успех это с чеси саду стоит закономерно за гостами это просто так очереда счастливых случайностей чипа и он человек сложной судьбы из такой голодной деревни из голода из холода потом фронт потом несколько раз лагеря то есть он такой сидели с потом скитания по всей стране если такая была беспокойная жизнь спокойно судьба успокоился он где-то там уже крепко за 50 когда он поселился в деревне в ивановской области женился и вот тут как раз наверно появилось такое время до когда у него вот то его предназначение в этот момент раскрылась то есть он начал писать и начал создавать вот эти линии свои необычные такие работы в атмосфере абсолютно неприятия абсолютно неприятие то есть люди которые были вокруг него деревенские жители которые пропаде даже по-доброму относиться художник такой чудак там какой-то вот такой вот интересный персонаж который такой центр какой-то общественной жизни в деревне не ничего подобного ничего подобного в мазь свои тыс то что мы видели по фильмам только опавалена сняты фильмы к счастью сняты фильмы документальные при жизни то что мы видим от реакции людей она такая очень сложно это все пытались его учить рисовать да то есть рассказывать что там ну что что рисуешь там каких-то там зайцев не того цветом или лосей не того цвета или ну где-то видел что какие-то фонтаны в нашей деревне в разбой деревне с фонтанами да то нас тут туалеты на улице да то есть вот а тут фонтаны какие-то красивые здания с колоннами какие-то машины широкие дороги на лодках ездят на лодках плавают люди довольны везде какой-то праздник какая такая-то все в белом такая красивая жизнь задали это ждет неправда это неправда мы живем по-другому у нас тут все гораздо проще тогда это ты художе что-то выдумываешь вообще-то себе вообще рисовать это ты не умеешь ну как это вот преподносился вот и жена у тебя там себя в белом на черном коне это мы на белом коне и у нас тут все хорошо на самом деле все не так вот и ну ну вот так павлу леонову я не знаю легко и был души тяжелым был душе нос дал ему свою линию то есть он выходил прибивал тот холст холст это когда холст а когда мешковина работа сделана мешковине на мешке сшитым таким этим швом с обратной стороны можно потом будет увидеть кто наукционе посмотрит картина будет наукционе продаваться шел своей дорогой выходил прибивал этот холст на улице писал картины создавал он как рассказывается за один пять дней если бы встреча не знали что картина которая создана за пять дней там леоновым сейчас стоит не знаю там как иномарка начального класса три картины так это можно уже там не знаю там ну не мерседес на что такое купить они по-другому смотрели абсолютно но это должно пройти много времени даже и должно было пройти череда таких очень важных судьбоносных встреч леонова заметили искусствоведы да он чтобы легализоваться как художник в советском союзе недостаточно было называется худoso и называться художников чтобы быть художником быть художника чтобы чтобы быть художником нужно было иметь корочку нужно глоб kita реализацию леонов стал художником заочно которым преподавали разги в котором чести сам печи многие художники самобытные в том числе и только самобытные это было такое обучение искусства по переписке вот там леонов отправил свои работы какие то вот получал под письменно в писаном виде получал какие-то инструкции что надо делать что не надо делать как там лучше как там хуже но вы лицо не нужно будет рисовать вот как бы то рисовать navig8 рисовать навидно художника только портить это как будто не нужно делать и к счастью и мы попала его и его преподавателям по переписке которым слов лично там вблизи ты мне знал был михаил грагинский Вот этот самый знаменитый художник 60-ти Михаил Дорогинский, которого работает сейчас тоже, космический денег. Он Леонова приметил, он его заметил, выделил. Потом, через какое-то время, подключились к куставеды. Заметили, опять же, куставеды, привезли на выставку в Москву. Начались зарубежные выставки. Ксагин Леонов, он достаточно такой, то есть он не принимал часть общественной жизни. Но его работы выставлялись, экспонировались, по всему миру уже начали ездить. А он по-прежнему жил в своей деревне и продолжал заниматься тем, чем продолжает заниматься. Есть, кстати говоря, такой фильм «Серафим Полубесы. Другие жители земли». Ну, посмотрите, кто, наверное, молодежь, наверное, не знает, совсем, что люди молодого возраста. Это Родион Нахапетов. В главной роли такая мелодрама, как интеллигент приезжает в деревню, чтобы отобрать на выставку картины самобытного художника. И, кстати говоря, картины Павла Леонова именно там, в этом фильме, они принимают участие. То есть они в качестве-качества реквизита такого. То есть понятно, что это фильм не о Павле Леонове, а о художнике вымышленном, но о такой образ собирательный. И там участвуют картины, кроме Леонова, еще и Ивана Селиванова, которую называли таким кемеровским перасмани. То есть он просто саральность перасмани, вот они такие, в общем, ряду эти картины. И вот если про Павла Леонова мы знаем, и в аукционах он участвует, в аукционной обойме, то я посмотрел, поискал работы Селиванова, вот работ Селиванова на аукционах не было. Вот такая вот интересная. Хотя, казалось бы, да, то есть и там, и там имена звучали. Но тем не менее, то есть вот Леонов прошел проверку временем, прошел проверку, там, и сложными временами, и простыми временами. Его работы. Вот такой вот размер, вот работа такого уровня, такого размера, тут больше метра, такого вот класса, сейчас на аукционном рынке стоит порядка 5-6, может быть, 7 тысяч долларов. То есть диапазон такой от, там, не знаю, там, 350, да, до 500-600 тысяч рублей. То есть совершенно, совершенно такая нормальная цена за работы большого размера. И за них будет, при таких ценах за них будет битва, конкуренция. То есть это не 2-3 покупателей, как на иных художников, вот, а будет конкуренция, и, там, десятков человек, которые вот эти работы собирают, коллекционируют и так далее. Более бюджетный ценовой диапазон – это работы до метра. Они могут стоить и 250-350 тысяч рублей. То есть тоже такой достаточно доступный ценовой сегмент для широкой базы коллекционеров. Вот. По качеству. В принципе, плохих работ Леонов я не видел никогда в своей жизни, хотя продали. Мы видели их много, продавали их много. Все с душой, все качественные, все интересные по-своему. Поэтому есть какая-то вот, на что обращать внимание, какая там, какая есть специфика. В принципе, у него сюжеты все достаточно позитивные. Они потому что не фантазийные, потому что Леонов рисовал не ту жизнь, которую он увидел вокруг, которую его окружало, а он рисовал будущее. Он рисовал то, что такое вот желаемое, да, то есть к чему надо стремиться, к чему надо, в какой стас нужно жить. Причем он считал, что жизнь он понимает лучше, да, а все вот эти такие беды, неудачи и сурадости от того, что вот тут кто-то что-то не понимает, да, что там архитекторы не понимают, как строить в деревнях красивые дома, что там на конструкторе, не знают, как строить красивые, надежные машины, надо им подсказать, надо им как бы вот так вот устроить жизнь, как там, где там дороги проложить, где там, не знаю, причалы построить для речного транспорта. То есть вот им достаточно подсказать, и все сразу жизнь наладится. Вот такая была иллюзия, так выскреннее желание. Ну, возвращаясь к нашим инвестициям, почему мы в Леонове уверены? Много факторов. Большая база коллекционеров, то есть многие люди его покупают, хотят купить. Он во всех собраниях, во всех книгах, во всех каталогах, то есть там, где наивное искусство звучит, там, где русский примитивизм, там везде Павел Леонов и на таких первых ролях. То есть изданы достаточно большие каталоги, я держу каталог богемский, да, наивные художники России. И таких книг много. Вот еще там в каталоге выставок, я вот так открою, вот это фестиваль «Фест Наив», который проводил, сейчас не знаю, будет проводиться, не будет проводиться, надеюсь, что будет, потому что народ любит наивное искусство. И вот картина Павла Леонова с его женой Зиной на черном коне, вся в белом. Вот так вот. Есть второй, один из факторов, почему это еще хорошо, почему это правильно инвестирует, потому что достаточное количество на рынке работ, они появляются, какая-то супер-пупер, какая-то редкость-эксклюзив, и это хорошо, то есть когда работа на рынке хорошо, когда вот есть такая кровь, есть объем, есть вот массив этого оборота, да, то есть для инвестиционного климата это замечательно. Ну и, наконец, широкий диапазон доступных цен, то есть, как мы уже говорили, небольшие картины можно покупать, находить, выцеплять уже, там уже их надо выцеплять уже, от 250 тысяч рублей до, там, не знаю, там за 500 тысяч рублей можно покупать уже работы высшего класса, музейного уровня, как вот, например, вот эта работа. Замечательный художник, обращайте внимание, покупайте, посмотрел, у меня глаз сразу прилип к этим цветам, да, вот когда говорят, что Леонов не умел рисовать, это его односельчане, говорит, и присуешь не так, зайцы не того цвета. Посмотрите вот эти цветы, потом приблизь, посмотрим, да, посмотреть вот эти цветы и запомните их, да, вот как вот рисует художник, который художник от Бога, который нигде не учился, который, которому рукой никто не водил, там, профессор его на натюрмортные пейзажи не ставил, а вот так вот оно случилось и произошло. Павел Петрович Леонов, один из главных художников наивного искусства русского. Покупайте, обращайте внимание, для инвестиций хороший момент.